Друзья, всем привет-привет! С вами Таня Нагорнова и сегодня у нас видео, где я буду краситься новинками косметики. Расскажу вам вот про такую палеточку новую от Hourglass, про новый консилер Charlotte, про румяшки Gucci и даже про самую последнюю вторую палетку от Patricota. Поэтому, если вам такое видео нравится, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, ну а мы давайте будем начинать. Я тут в отступлении даже не все новинки перечислила, у меня еще есть тут жидкие тени от Cosas, тоже сегодня все попробуем. Как вы видите, я еще пока тон не наносила, я просто использовала базу под макияж от фирмы Pro Makeup Lab. Ну, решила, так как у меня на данный момент нету новой тональной основы подходящего по оттенку мне, я буду, наверное, вот тестировать вот этот консилер а-ля в качестве тональной основы. Ну, посмотрим, как это у меня все будет выглядеть. Это, я так понимаю, новинка от Charlotte Tilbury, называется Beautiful Skin Radiant Concealer. Кстати, да, он подсвечивающий. Не, наверное, все-таки будем сочетать его вместе с тональной основой. У меня это оттенок Fair 3.5, у Charlotte безумно много оттенков. И посмотрим сегодня, как это будет смотреться, но по идее мне это должно неплохо подходить. Давайте все-таки, наверное, нанесу сейчас тон. У меня по-прежнему заканчивается от Rihanna Fenty, Fenty, Fenty. В общем, вот такая тональная основа для жирной кожи. И затем вернусь уже, и мы будем пробовать консилер. Да, пока излишне все как-то сияет, некрасиво села. Но ничего, я думаю, сейчас нанесу консилер. И при помощи пудры мы потом все вот это в лицо утрамбуем. Хотела пока наношу консилер и рассказать в честь, какого события я сегодня собираюсь. Дело в том, что я иду в ресторан, потому что сегодня приехала моя мама. И она готова побыть ночью с моими детьми. Сейчас уже Маша пойдет спать. Через полчаса потом после нее Миша пойдет спать. И, наконец-таки, я смогу пойти куда-то, выйти в свет. У меня в последнее время с этим, конечно же, проблемки. Если днем я более-менее успеваю там работать и так далее, то уже на какие-то вечерние мероприятия вообще времени катастрофически не хватает. Какие-то новые заведения у нас в городе пооткрывались уже за все время. моей беременности и декрета. Вот. Поэтому, наконец-то, хоть какое-то новое место выберусь. Что хочу сказать про консилер? Вот тут вот у меня... Где она? Вот. Был какой-то постпрыщик. И вроде бы неплохо перекрывает. Если честно, мне пока очень даже нравится. Конечно, формат первых впечатлений, это может быть не самый честный такой формат на ютубе в плане косметики. Потому что бывает, что мнение меняется с течением носки. Какое-то средство. Я вот даже замечаю потушенные ресницы. Бывает там первые 2-3 недели совсем одна картина. А потом совершенно противоположные. То там осыпается, засыхает и так далее. Но все же, если вы хотите что-то подобное заказать, то это может быть для вас каким-то ориентиром. Вот. То, что этот консилер как-то подсвечивает, я сказать не могу. Мне кажется, он вполне себе матовый. Давайте я, чтобы было нам поведнее, даже на руке его растушую. Не поняла, почему он Radiant. Потому что я изначально думала, что это наподобие, знаете, таких ручек с консилером, которые замешаны как будто с каким-то хайлайтером. Здесь не такая история. Это такой довольно тонко лежащий консилер. Вот я его растушевала. И видите, даже особо-то границ не видно. Потому что он очень тонко на руку ложится. Несмотря на то, что лампа у меня включена, никакого отблеска Radiant я не вижу. Может быть такое супер-пупер софт, такое заблюренное свечение. Но это точно не консилерный хайлайтер. Консилер однозначно мне очень зашел. Он и перекрыл прыщики какие-то мои пустакные. И в том числе не ложится какой-то маской. Растушевался неплохо. В морщинке не запал. Вообще шикарный консилер. Мне очень понравился. Но будьте внимательны. Так как это новая версия, у Шарлотты есть старенький консилер. Он по-другому называется. Мой называется именно Beautiful Skin Radiant Concealer. Оттенок 3.5 Fair. Так, давайте я, наверное, немножечко хотя бы центр лица при пудре и матирующей пудрой. И затем мы будем по всякому разному пробовать вот эту палеточку от Hourglass. Давайте поговорим немного вот об этом. У нас здесь находится палетка для лица Hourglass, которую этот бренд выпускает каждый год к Рождеству. Всегда это обычно какие-то вот такие палетки. Иногда там 5 оттенков, бывает 6. Когда-то в один год был на 4 рефила. И, если честно, я не фанат бренда Hourglass. Та палетка, которая у меня была на 4 рефила, я ее продала, потому что мне тогда показалось, что какой-то невнятный бронзер, пудра мне не подходит, румяна крутые, ну и хайлайтер крутой. Но ради чисто румяна не хотелось мне тогда эту палетку хранить. Ну и сейчас я что-то думала, думала, мялась, мялась. В итоге, так как составляла заказ на посредника, решила все-таки так и быть, закажу вот эту палетку. Причем в этот раз было 3 наполнения палеток. Давайте я вот сюда сдвинуть, вам покажу. Это то, что внутри можно было какие варианты выбрать. Вот эти 3 варианты и 3 вида обложек. Слон, бабочки и ягуар. Или кто это? Не знаю, тигры или леопарды. Я уже, если честно, подзабыла. И изначально мне внутреннее направление по рефилам понравилось больше всего в слоне, а обложка больше всего понравилась с леопардами. И была опция на официальном сайте Hourglass, чтобы как-то это смиксовать. В общем, они в любую обложку могли вставить любой набор рефилов. Но, к сожалению, когда я вот уже это, ну, было достаточно много времени после запуска, в итоге собралась заказывать эту палетку. Кстати, до сих пор можно заказать на посредника Alpha Parcel. Официальный сайт прекрасно на него доставляет. Но именно вариант обложка с тигром, наполнение из слона, оно было недоступно. То есть другие какие-то вариации можно было сочетать, но вот этот вариант не получился. Поэтому я решила так и быть смириться и заказать вот эту классическую картинку со слоном. Она мне, если честно, не нравится. Мне кажется, слоника нарисовали таким достаточно страшненьким. И с бабочками тоже мне как-то версия не очень обложки понравилась. В общем, все, кроме ягуаров, было такое. Ну, не знаю. Ну, правда, скажите, как вам кажется, симпатичный слоник? Или вы видели картинки со слоном как-то поинтересней? Вот. Но я решила уж так и быть не заморачиваться. Все-таки главное, что здесь качественные продукты. В том, что продукты качественные, я как бы не сомневаюсь даже. Главное, чтобы мне подошли по оттенкам. Обычно мне вот в моей старой палетке не понравилось, что бронзер слишком светленький. Но здесь, кстати, тоже он не сильно яркий. Давайте мы с бронзера и начнем. Кстати, обратите внимание, здесь очень крошечные рефилы. Прям надо специально какие-то очень маленькие кисточки. Ну, смотрите. Нет, в этот раз нормально. Я просто натерла посильнее, потому что я уже по привычке подумала, что он будет не сильно пигментированный. Ну, это ничего страшного. Я сейчас все растушую. Как вы знаете, я тот человек, который любит прям делать искусственный загар при помощи бронзера. Я не то, что там себе там маленький тычок делаю. Я прям как следует себе все набронзиваю. Забронзирую, точнее. Все забронзирую. И в этой палетке, кстати, даже получше. Мне нравится, что бронзер, он хоть и обладает легким сиянием, но это не что-то прям хайлайтерное. Хотя тут есть, кстати, на минуточку вот такой яркий хайлайтер. Видно, можно тоже его как-то попробовать. Вот так, по переменам, макая кисть, с этим бронзером замиксовать. Не, ну это в этот раз неплохо. Спасибо, Ауэрглаз. Деньги были не потрачены зря. Кстати, обратите внимание, какая здесь обалденная упаковка для путешествий. Практически на 180 градусов раскрывается палетка. Удобно, мне кажется, будет брать с собой. Зеркало качественное, красивое. Вообще шикарненько. Единственное, это жестяная упаковка. И она немножечко тяжеловатая. Но с другой стороны, у меня тоже, например, легкие палетки ассоциируются с чем-то дешевеньким. Им иногда хочется специально, чтобы было как-то потяжелее. И я как бы не в претензии, что она немножечко тяжеловатая. Так, по идее я закончила с бронзингом. Давайте, наверное, сделаю свотчи всех оттенков палетки. Потому что сейчас... Вот, нет, хайлайтер все-таки я нанесу отсюда. А румяшки мы будем использовать в мои новенькие румяшки от Гуччи. Вот такие оттенки. У меня они безумно нравятся. Я люблю такие розовые, освежающие румяна. Один рефил румян с таким вот этот вот розовенький. С блеском, с небольшим шифтом. Такие вот эти румяна поярче, не матовые. Две пудры здесь также присутствуют. И вот они вот эти... И один не очень светленький такой хайлайтер. Но, как всегда, у Айроглаз... Ой, какой красивый все-таки хайлайтер. Он такой заполировающий. Просто. Давно уже забыла, как могут шикарно выглядеть хайлайтеры. Ох, ребята, смотрю вживую, и это супер шикарно. Вот это хайлайтер. Блин, мне кажется, у меня даже в прошлогодней палетке был не настолько крутой оттенок. В общем, почему-то мне в этот раз слоненок прям безумно зашел. Понравился. Все нравится, кроме вот страшненького принта. Я так люблю слонов. Мне кажется, они такие симпатичные животные. Можно было нарисовать как-то посимпатичнее. В остальном вообще шикарно. Так. Следующий момент. Румяна. Румяна я заказывала на своего посредника Альфа Парсел. У меня про него есть видео на канале. Кстати, многие переживают по поводу того, что Калбьюти больше не высылает на этого посредника. Да, есть такое. Сам Альфа Парсел написал, что, к сожалению, Калбьюти, Лук Фантастика, еще там пару сайтов, Бьюти Бэй тоже, они перестали высылать на посредника, вот поменялась у них политика, к сожалению. Но на Альфа Парсел по-прежнему можно заказывать с других магазинов, например, с gucci.com, например, с какого? В общем, на Next тоже есть косметика, там, ну, в общем, миллион других английских сайтов. Можно заказывать на Альфа Парсел. Либо, следующий вариант, это есть проверенный тоже сервис посредника, это SDEC Forward. Тот же самый SDEC, который у нас везде в России находится, у него есть тоже функция посредника. Для этого вам надо зайти на сайт sdek.global, и можно выбрать там миллион различных стран и оттуда сделать заказ. Я знаю, что Маша Байер мне заказывает с немецкой, с французской, с Sephora, вот именно через SDEC. На Sephora абсолютно есть все вот эти бренды, пожалуйста, там можно спокойно заказывать. Вот, и еще моментик, хотела я тоже снять про это видео, но я надеюсь, что я скоро уеду в отпуск, а все-таки ожидание около двух месяцев, поэтому пока такое видео про заказ через SDEC Forward я не снимаю. Но там на самом деле все еще проще, чем Альфа Парсел. Там вам просто, вы оставляете заявку на сайте, вам дают личного байера, который вам ватсап пишет. Это прям человек, который пишет, здравствуйте, что нужно купить. Вы ссылки отсылаете, человек выкупает. То есть там даже не нужно никакие формы на сайте заполнять. Там все через общение ватсапе происходит. Так, это было маленькое лирическое отступление, а мы переходим к румяшкам Гуччи. Я заказывала на официальном сайте gucci.com, соответственно, мне дали один такую холщовую сумочку. Покажу в покупках косметики. И сами румяшки шли вот в такой маленькой холщовой сумочке. У меня оттенок 04, который называется Bright Coral. И давайте посмотрим, как это все у нас выглядит. В этот раз гуччи тоже не подкачали. Все по-прежнему дорого-богато. Ну, как говорится, ничего особенного. Просто маленькие хорошенькие румяшечки. Упаковка, правда, очень компактная. Вот она такая малышечка, но пухленькая. При этом непонятно, чем заполнена он толщина, потому что кисточки здесь нет. Или, по крайней мере, я не знаю, как ее достать. Вот эта нижняя часть не открывается, и не хочу я ломать. Так, давайте теперь проверим сам оттенок. Я люблю вот такие коралловые освежающие. Мне у нас... Ой, они пигментированные. Это хорошо. Как всегда, не стесняясь, наношу поярче. Вы, наверное, меня спросите, почему я сначала нанесла хайлайтер. Мне самое интересное. Но бывает, что я вот так немножечко последовательно сменяю. Пахнет, если честно, очень прикольно. Это не сильно навязчивый аромат, но его слышно. Особенно, когда на лицо пудрой наносишь. Безумно приятно. И такая легкая, не навязчивается. Точный запах. Что-то по мотивам розам, но это не точно. Может быть, это какие-то другие цветы. Потому что запах не прям роза-роза, а что-то такое типа хрустящей белой розы. Где-то вдалеке. Ну и тут какие-то белые цветы тоже присутствуют. Но это прям легкий-легкий, не навязчивый, приятный цветочный аромат. Очень вкусненько пахнет. И я так понимаю, что сейчас, когда мы вот эти румяшки достали, так как здесь нет пыльничка, но у меня есть вот такая сумочка, то можно раз и вот в этой сумочке хранить эти румяшки у себя в столике. В принципе, неплохо, прикольно выглядит. Я, в принципе, в этом и не сомневалась в продукте. Растушевывается прекрасно. Цвет прикольный. Я бы, может быть, впоследствии когда-нибудь еще пару оттенков прикупила. Единственное, если вы, конечно, не любите пухленькие упаковки, тут упаковка, она маленькая по размеру, но очень пухленькая. И вес у нас 5,5 грамм. Ну, в принципе, для румян очень даже неплохой вес. Хватит примерно, мне кажется, года на 2-3. Ну, а теперь давайте, наверное, переходить к теням. Я сегодня буду использовать палеточку Патрик Та. Вот такая красотка. Это вторая палетка. Здесь верхний ряд прикольнее, такие спарклые, металлики. Нижний ряд это матовые оттенки. И отличительная особенность, что за этой крышечкой есть 2 кремовых оттенка. Но, девочки, это что-то такое жирное. И я тут пару раз попробовала сделать макияж вот с этими кремовыми тенями. И, если честно, это какой-то кошмар. Я даже не могу представить, с чем это можно сравнить. Это какой-то незастывающий вазелин, возможно. Либо как сливочное масло, представляете? И оно не впитывается никуда. Вот бесконечно можно вот так это все катать по пальцу. И оно будет по-прежнему оставаться таким жирным. Навеки это не застывает никогда. От слова совсем. И уж на что у меня никогда в жизни никакие вот... Ну, очень редко у меня что-то навеки скатывается. Это прям исключительный случай. Но вот эти вот жирненькие кремовые тени, они скатываются просто безбожно. Их ничто не способно на месте удержать. Поэтому я сегодня не буду пытаться использовать их в качестве подложки. Но подложечка у нас будет. Правда, в ее роли будет другая моя новинка выступать. Это вот такая жидкая тенюха от фирмы... От фирмы Коссос. Ну и просто. Конечно, можно и без подложки эти тени прекрасны. Без нее наносятся. Но мне вот как-то хочется сегодня сделать, чтобы побольше продуктов показать. Будет вот такая кремовая подложечка. Кстати, я хотела вам напомнить. Такую минуточку самой рекламы сделать. Что я в понедельник стартую бесплатный марафон похудения. Если вы смотрите это видео позже, чем в понедельник, ничего страшного. Материалы будут как минимум в неделю сохраняться. Может даже больше, я подумаю. Обязательно переходите в мой телеграм-канал. Я ссылку оставлю в описании, где я буду выкладывать все материалы. У нас в бесплатном марафоне похудения будет меню, тренировки. И будет три эфира от меня. С чего начать похудение, как есть вкусняшки и худеть, и как разогнать метаболизм. Последняя тема, кстати, тоже безумно важная. Потому что очень часто, когда ко мне приходят люди на индивидуальные ведения, я вижу, что они свой метаболизм так немножечко загоняют в угол. Замедляют его и доводят себя до ситуации, я ничего не ем и по сути не худею. Или худея очень мало. Особо такого яркого какого-то результата нет. Мы этого наоборот допускать не будем. Наша с вами цель так разжечь топку метаболизма, чтобы есть много и сжигать много. Все это я вам покажу наглядно на бесплатном марафоне. Для участия надо просто перейти в мой телеграм-канал. Ну и, конечно же, посещать прямые эфиры или хотя бы смотреть их в записи. Потому что по-другому я эту информацию никак донести до вас не смогу. Тем временем я уже растушевала вот эту тенюшечку. Мне, если честно, очень нравится на глазах эффект. Хотя есть определенные нюансы. Если просто я когда нанесла на веко, вы видели, наверное, что вот так вот из палочки, из стика нанести не удастся. Потому что эти тени очень жидкие. И если вот так пытаться вот этим спонжем размазать, то будет очень большое количество различных плешей, которые ничто никогда и не перекроет. А если начинаем растушевывать, то как такового вот этого бронзового блеска его нет. То есть то, что вот так ярко смотрится в тюбике. Давайте я на свотче покажу. Вот это эффект, когда мы просто спонжем нанесли. Вот его на веке. Он так ярко. Очень сложно добиться. Может быть, если только наслаивать в несколько слоев. Первый, как я сейчас, слой там подрастушевать. Растушевать последующие слои, как-то пытаться в центр поднаслоить. Потому что, да, когда мы растушевываем, вот этот яркий блеск уходит. И это превращается, ну, по сути, в такое подобие матовых теней. Возможно, с легким, видите, сатиновым мерцанием. Но это точно не какой-то яркий блеск, который был изначально вот в этом, как сказать, тюбике. Не было в тюбике. Но, в принципе, для моих целей это и не нужно. Потому что сегодня у нас эти тени выступают исключительно в качестве подложки. Ну, а теперь переходим к гвоздю программы. К палетке от Патрика. Здесь все очень просто. Мне безумно нравится, что Патрик расположил просто все цвета по градиенту. Вот они матовые. От светлого к темному. Вот они сияшки. Какие хочешь, так и наноси. Я поэтому буду для складки использовать сначала вот этот вот оттенок. Можно, так сказать, второй сначала. Чтобы вот сюда, на границе тушевки, его нанести. Господи, какие это приятные тени. И вот, честно, девочки, матовые. Одни из самых лучших, наверное, которые есть в моей коллекции. Это, казалось бы, классическая сухая формула. Это не cream to powder. Но они очень пигментированы. Они прекрасно наносятся, так плотно. И легко тушуются. Не нужно тут как-то там долго возиться, сбуду, но танцевать. Это тени из разряда раз-раз и готовы просто. Я бы, наверное, вот эту палетку даже, возможно, если бы я ходила в офис, и мне надо было с утра как-то собираться, я бы рассматривала именно как палетку для таких быстрых макияжей. Потому что мне нравится, когда не надо думать, придумывать сложные сочетания. Знаете, как а-ля вот эту палетку возьми, ну и придумай, да, чтобы быстро на работу накрасить. Тут так сходу как бы и не соберешься. Приходится какие-то лишние секунды тратить на вот какую-то отдельную придумку. Здесь все легко и просто. Матовые растушевочные раз-раз нанесли. Матовые там сейчас для затемнения мы в уголочек нанесем. Одну-две сияшки на центр века выбираешь. Будет дорого, красиво. Будет смотреться... Ну вот честно, дорогой макияж. Тут все сияшки очень сильно сияют. Вот одна из этих сияшечек с претензией на дуахромность. Вот она на этом пальце. Но тут дуахром такой слабенький, нежненький. Что его особо-то и не видно. Это вам не та мета, ну-ка. Я, наверное, и не буду сегодня ничего мудрить особо. Беру теперь темный оттенок, пройдусь по нижней границе. Ну а потом перейдем уже к сияшечкам. По нижней границе нижнего века. Вот здесь поближе к ресничному краю. Кстати, в последнее время нравится вот такое подобие растушевочной стрелки рисовать. Только я это сразу... Я ее делаю наоборот. Я как бы сначала тенями вот что-то такое рисую и растушевываю. А потом, если мне захочется в середине где-то там или ближе к началу провести вот такую какую-то линию, я уже туда карандаш и добавляю. Но это у меня даже не каждый раз и выходит так. Не каждый раз и хочется сделать. Просто пока так слегка подзатемню ресничный край. Ну неплохо, согласитесь, выглядит. Я могу даже волосы распушить, чтобы заметнее было мой финальный, так сказать, образ. Ну и давайте теперь выберем какую-то сияшку. Я думаю, либо а-ля дуахром, может вот эту рыженькую нанести. Сегодня вот эта самая светлая, я ей, наверное, внутренний уголочек. И вот эту яркую давайте на центр нанесу. Уже гулять так гулять. Сразу самая почти что бабамистая. Рыжий оттенок нанесу. Ну, фольга фольгой вообще шикарно выглядит. Палетка всем хороша. Вот единственное, мне непонятно, как Патрик такую ошибку допустил с этими кремами-оттенками. Ну, Патрик, ты чего? Ты не тестировала? Или последняя финальная версия завода, она как-то отличалась от того, что он изначально выбирал? Ну, потому что, правда, всем все хорошо, но пользоваться именно кремовыми оттенками просто невозможно. Вряд ли он это задумывал с самого начала, что у него так получится. Вот этот розовенький, сияющий, я его нанесу и на внутренний сразу уголок. Не долго думая, как говорится. Ну, и по сути, практически макияж глаз готов. Остается только накрасить ресницы. Ну, и что еще? Коричневым сейчас с карандашиком подведу ресничный край. Верхний и нижний. Не знаю, буду ли я прокрашивать слизистую, я немножечко так опасаюсь. У меня иногда бывает такое, что вот уже макияж на финальной точке, я начинаю прокрашивать слизистую и начинаю глаза слизиться. И, как говорится, все на смарку, умываемся и идем а-ля натюрель. Поэтому не факт, что буду. Но давайте я все-таки ресницы сейчас подкрашу и вернусь уже к вам. Ой, я, оказывается, немножечко опаздываю уже, поэтому давайте будем побыстрее закругляться. Мне кажется, получилось неплохо. Остался последний штрих. Я нанесу блеск для губ от Рояна в оттенке Доджи. Блеск практически копия блеска Флот Диор с формулой лип максимайзера. Потому что и по вкусу что-то наподобие ментоловое. И, в принципе, эта формула у них называется жидкий бальзам. Она а-ля ухаживает за губами. Это не липкий абсолютно блеск. Так, мне что-то тоже уже не может терпеть. Вот, губы не слепляются. И все, выглядит в целом неплохо. Так, все, надо мне уже бежать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Так, все, напоследок только скажу, что смотрите, как застыл мой сводчик от вот этих тенюшек, где они там у меня косос. Он просто застыл и не размазывается. Поэтому, если просто нарисовать этими тенями стрелки, это будет интересная, красивая, яркая, бронзовая стрелка. Так, ну а я на этом на сегодня прощаюсь с вами. Пожалуйста, переходите по ссылке в описании профиля. Записывайтесь на мой бесплатный марафон похудения, который пройдет у меня в телеграм-канале. Ставьте лайк, не забудьте подписаться на мой канал. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока!